Эпохи меняются Алиса Фрейндлих, по-прежнему легенда БДТ, петербургскую филармонию не представить без Юрия Тимирканова, если отечественная поэзия, то Лев Рубинштейн, а если фортепианная музыка, то это, конечно, Элиссо Версаладзе. Это Рихтер о ней. Можно ли пожелать лучшего Шумана после Шумана, которого сегодня играла Версаладзе? Думаю, что после Нейгауза я такого Шумана не слыхал. Святослав Рихтер ценил Элиссо Версаладзе не только на словах. Пианистка была частой гостьей знаменитых декабрьских вечеров. А вы доверяете вкусу Рихтера? Народная артистка Советского Союза. Лауреат государственных премий Грузинской ССР и России. Кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством четвертой степени и Ордена почета. Всех официальных заслуг Элиссо Версаладзе не перечислить. Да и не нужно. Нужно просто один раз услышать. 29 сентября 2018 года впервые в Костроме. В Большом зале Костромского губернского симфонического оркестра на Никитской 96 легендарное Элиссо Версаладзе. И это тот самый случай, когда уместна лишь одна формулировка. Костромской губернский симфонический оркестр удостоен чести выйти на сцену с великой пианисткой. Мы исполним вместе первый фортепианный концерт предшественника романтизма Людвига Лан Бетховена. А в симфонической части программы прозвучит романтическая симфония номер 4 Антона Брукнера. Начало концерта в 17.00. Дирижер Павел Герштейн 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 Дирижер Павел Герштейн